В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании в понедельник, 13 января, глава Башкортостана Радий Хабиров озвучил ключевые приоритеты работы правительства республики в 2020 году. Руководитель региона напомнил, что решением президента России этот год объявлен Годом памяти и славы. В связи с этим нужно уделить особое внимание подготовке к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, Радий Хабиров поручил эффективно организовать работу в рамках объявленного в республике года эстетики и благоустройства населенных пунктов. Затем была озвучена информация о том, что число погибших в пожарах в новогодние праздники в республике удалось снизить в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по республике Башкортостан Марат Латыпов. При этом, если раньше большинство погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, то в эти каникулы спасатели зарегистрировали всего один такой случай. В праздничные дни правоохранительные органы провели почти тысячу рейдов и выявили 183 факта нарушения запрета продажи алкоголя. Более тысячи литров спиртосодержащей продукции изъяли из оборота. Вместе с тем по всей республике прошли спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. Так, только в новогодних семейных играх приняли участие более 300 тысяч человек. Аграрии Башкортостана завершили 2019 год с ростом объема производства выпускаемой продукции. Активизация инвестпроектов в АПК позволила приобрести без малого 3000 единиц техники и оборудования на общую сумму в 6,5 миллиардов рублей. Еще одна тема, которую обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики – комплекс мер, направленных на повышение рождаемости. Для стимулирования рождаемости Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан подготовило перечень мероприятий, которые включают в себя программу повышения репродуктивного здоровья, сдерживания миграции населения, развития дружественной семьи инфраструктуры, формирования положительного образа семьи с детьми. Ожидается, что эти меры могут дать дополнительный прирост 8,5 тысяч рождений до 2024 года. В свою лепту должен внести и национальный проект «Демография». На утреннем совещании в администрации района, которое состоялось сразу после видеоселектора в правительстве республики, подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление. Начальник организационного отдела Совета муниципального района Инзеля Ибрагимова проанализировала итоги конкурса среди сельских поселений. Лучшая новогодняя площадка оказалась в Карманово. Самая красивая школа в Старом Варяше, а детский сад в Барабановке. Среди учреждений культуры лидирует клуб Сантугачи, а семья Камаловых из Гудбурова превратила свой двор в сказку. По итогам всех номинаций лучшими селами по новогоднему оформлению стали Старый Кудаш, Старый Варяш и Игровка. Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий, учреждений и жителей города Янаула подвела управляющей делами администрации городского поселения Альфера Гельмиярова. Подана была 41 заявка. Дипломы получили 28 победителей в разных номинациях. Лидерами среди предприятий и учреждений города стали Янаульские электросети и Дорожно-ремонтное строительное управление Башкир Автодор, психоневрологический интернат, школа номер один и детский сад номер семь. Среди жителей частного сектора, лучше всех украсивших иллюминацией свои участки, победителями стали Кильдзибековы и Мустафины. А снежные фигуры во дворе собственного дома принесли победу семье Менликаевых. Новогодний календарь насчитывал не одну сотню спортивных и культурных мероприятий. Настоящий калейдоскоп из праздничных игр, соревнований, хороводов, красочным конфетти рассыпался в новогодние каникулы на территории нашего района. Районный этап конкурса семейных команд стартовал 5 января. До этого отборочные игры прошли во всех школах района. И 19 команд победителей встретились в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность». Сегодня на базе «Мауфис Юность» проходят веселые старты в рамках новогодних семейных игр 2020. Участвуют в веселых стартах, в стартах победителей школьного этапа. Все приняли активное участие, с желанием, с радостью подошли, вопреки переживаниям. Веселая эстафета на ловкость, скорость и смекалку сразу определила фаворитов конкурса. Тем не менее, интрига сохранялась до конца состязаний. Победили в артаульской школе и вот оказались тут. Мы спорт любим и уважаем. Обычно на лыжах катаемся, футбол играем. Я все делаю, как мы делаем. И баскетбол, и волейбол, и футбол. Сейчас уже как с работой, как все равно стараемся, поддерживаем. Мы относимся к семье физкультурников. У нас Даблетшин Назим Салемьянович здесь работает тренером по гиревому спорту. Занимаемся, увлекаемся спортом. Участвовали, заняли в школе второе место. Мы просили и здесь поучаствовать. Старший сын сюда же все входит на тренажерку. Тренажерным этим видом спорта занимается. Мурат у нас любит футбол погонять. А я сама футбол занимаюсь. В это же время на втором этаже физкультурного комплекса шли соревнования по пауэрлифтингу. Народный жим лёжа и поднятие штанги на бицепс собрали и молодых, и опытных спортсменов. Сегодня я пришел на пауэрлифтинг, народный жим лёжа и подъем на бицепс. Как бы увлекаюсь тяжелоатлетикой, хобби, непрофессионально, просто поддержать, поучаствовать в эти новогодние праздники. Ну, потому что я вот сколько слышала, многие говорят, я уже устала сидеть дома за эти выходные, типа по праздникам, по гостям ходим. А тут хоть какое-то, не знаю, разнообразие для жизни и пользы, естественно, да. А победителями районного этапа конкурса семейных команд «Веселые старты» стали Султановы и Скармановы. Что помогло вашей семье победить сегодня? Сплоченность. Сплоченность. И дома тренировались, поддержка, поддерживали друг друга. Каким видом спорта увлекается ваш сын? Я учитель физкультуры Кармановской школы, поэтому у нас с физической формой всё нормально, всё в порядке. Ну, когда шли сегодня соревнования, надеялись, что победите? Да, не зря даже купили красные футболки, знак победы, наверное, да. Теперь победители будут представлять наш район на республиканском этапе «Веселых стартов» в эфире. Будет усиленная подготовка, будем готовиться, надеемся на лучшее. Конечно же, будем готовиться, потому что будем представлять наш любимый район, Ядновойский район. А у нас в квартире «Газ». Популярные строчки из детского стихотворения для семьи Колчиных звучат как несбыточная мечта с налётом на смешки. Ещё в августе 2019 года в их доме начался демонтаж электрического отопления для замены на газовое оборудование. С тех пор прошло больше полугода, но газа в доме, где проживают пять человек, в том числе две маленькие девочки и пожилой мужчина после инсульта до сих пор нет. Как уверяют сами хозяева дома, со своей стороны они старались исполнить все требования газовиков. Кто прав, кто виноват, попытались разобраться мои коллеги. Сначала Колчины сами вырыли траншею. Затем установили трубу для отвода продуктов горения. Внутри дома поставили счётчик и колонку. Во время проведения съёмок температура на кухне ненамного отличалась от уличной. Вечером пар выходит. Если бы вода, здесь вода идёт, там обогревательность, санузел. Если это всё промёрзнет, это всё разорвёт, это полностью всю систему менять, это всё менять придётся. Электрообогреватель, который работает круглые сутки уже с конца лета, не даёт достаточного тепла. Из-за высокой влажности появилась плесень на окнах и стенах. Документация вся в принципе нормальная. Заявление в администрацию писали. То есть не знаю, что там случилось дальше, какой ответ, тоже не в курсе. Всё оплатили, всё сделано. Дома прохладно, холодно. Сейчас сладно, тепло. А когда начинается ветер, то есть метель, ветер, дом продувает и тепла нету. Начинаешь, вроде обогреватели стоят, отапливаются, появляется влажность. Соответственно, вот эта плесень, сырость. Дети постоянно кашляют. Вот этот кашель, в садик приходишь, они говорят, ну они у вас кашляют, лечим, лечим. А толку-то нету, потому что глушим только. Дети не вылечиваются. Мы рассчитывали, что эту зиму мы, вот мои внучки, будут жить теплее и нормально жить. Наши газовики работы, в общем-то, отставили где-то в начале ноября. Отставили и больше. И начинают придумывать какие-то причины. Они говорили, что необходимо что-то исправить. Мы исправляли, все делали. Остальную подборку документов должны были они сделать. А с нашей стороны, в принципе, все сделано. Мы заплатили, все. Они приехали, выкинули трубу. Траншею мы сами копали. То есть не они копали. Монтаж трубы только единственное сделали. А так остальное сами все делали. Несколько раз перекапывали траншею. То есть приехали вначале, сказали так копать. Скопали. Потом приехали и сказали так скопать. Так скопали. Третий раз вообще сказали так копать. Так выкопали. И в итоге они приехали, выкинули трубу. И все. Можно было бы, конечно, больше обогревателей настать. Но проводка не выдержит. Сами понимаете. Это пожар. Так что приходится минимальные и заводские тем более обогреватели. Было бы проще, если бы они изначально приехали, сказали надо сделать вот так. Конкретика была бы. А они же начинают. Надо сделать так. Ладно, мы сделали. Они потом приезжают, говорят. Так, надо вот так. Ага. Потом вот так, потом вот так. Конкретно нельзя что ли сказать? Как конкретно, что надо сделать? Пускай они сами определяют со своей работой. Мы сделаем, мы сами сделаем. Если надо, я и сварщика найду. Мы сами монтаж сделаем, мы сами врежемся. Как говорится, да, мы сами сделаем. Если они то, что не хотят, свою работу делать. Мы бы свою бригаду создали. Да, конечно. Который соображал в этом деле, как, чего, по ГОСТу, тех условий соблюдая. Все по ГОСТу бы сделали. Мы бы все сделали. Все это параллельно. Он бы показывал, мы бы делали. Показывал. Но такого-то нет. Решить проблему самостоятельно колчины пытались много раз. Писали письма и в газовую службу, и в администрацию. Обращались даже в МЧС. И все это время не переставали топтать дорогу к газовикам. Да. Вот они замечания устраняют. Приходят договора заключать на поставку техобслуживания. А у них поставки на техобслуживание еще нет? Нет. Мы договора заключаем после того, как подписана всю документацию. Со дня проведения договора, как заключение, мы должны подать газ в течение 9 месяцев. Если у них срок не выходит, то... Не знаю. Нам зимой, осенью, весна нету сроков. Мы должны укладываться вот на этот срок. Если даже газ отключится, они должны иметь трехдневный запас, как бы, энерго. Это даже в проекте указывается. Люди даже оставляют электрический, дровяной, плюс еще ставят газовый. Ну да, на всякий случай. Да, на всякий случай. Когда хозяин все замечания устраняет, мы идем, подписываем, потом приглашаем уже непосредственно клиента. Клиент приходит, договора на поставку газа и техобслуживания заключает, потом документацию отправляем на Теканскую ПТО, на проверку. Оттуда уже непосредственно нам наряд на пуст приходит. Главная проблема использования природного газа в быту – его взрывоопасность и высокая токсичность. Даже небольшая утечка может привести к отравлению или к взрыву. Именно поэтому требования к монтажу газовых коммуникаций очень высоки. Как уверяют сотрудники газовой службы, колчь нам осталось обернуть оцинкованным железом трубу, после чего они уже точно подключат газ. Только вот наши герои опасаются, что дело опять затянется, а с усилением морозов одного электрического обогревателя на весь дом не хватит. Страшно представить, что случится, если электричество тоже откажет. Между тем, недопонимание и упрямство с обеих сторон не должны быть помехой к комфортным условиям, в которых должны жить дети и люди с ограниченными возможностями здоровья. Свой своеобразный подарок на Старый Новый год преподнесла нашему району погода. Сильный ветер и снег затруднил передвижение транспорта и активизировал работу дорожников по уборке снега. В принципе, почти снега пошли после Нового года, поэтому с 1 января данная техника в количестве 8 и постоянно на сегодняшний день на улице. Каждый снег весь, даже не обязательно снег. Стараемся убрать все, что лежит, что называется снегом. Вывозим, убираем. Вот сегодня утром тоже около 6 часов пошел буран, и мы всю технику подняли около половины седьмого, и ребята работают пока. Сами видите, он на улице работает. Примерно в таком духе работаем. Стараемся, чтобы не обижать народ янурский, чтобы они на нас не обижались. Снег выпадает, стараемся чистить как можем. 8 единиц техники у нас в основном, будучи зерной техники. Соответственно, когда гололеды идут, мы ПГС подцепаем. Полностью все улицы не получаются. Пешеходные переходы, автобусные, автономки и так далее, и так далее. Здесь есть большая необходимость, там подцепаем песок с раствором немножко соли, чтобы она как-то не образовывала лед и не улетучивая, добавляем ему песок в соль. Ворах, когда мешают, это уже ЖКХ, когда просят чистить, они машину просят, чтобы убрали. Мы, соответственно, даем технику и стараемся прибрать по мере возможности там, где можно. Муниципальный этап республиканского конкурса исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников Республики Башкортостан прошел в гимназии имени Муксинова 13 января. Свои работы на суд жюри представили школьники нашего района. Каждый постарался максимально раскрыть выборную тему. Сегодня выступают призеры по итогам отборочного этапа, этапы из девяти школ. Это городские школы и сельские, Яматы, село Кисакаин, село Карманово, Сусады, Балак и Истяк. Сегодня выступают ребята по итогам заочного отборочного тура. Все они являются призерами. И сегодня участвуют более 70 ребятишек, которые приехали со своими руководителями. Секции затрагивают все предметные области. Это начальные классы, естественно, научные, точные науки, гуманитарные, родные языки, иностранные языки. Выступление подобного плана ребятам дает уверенность в своих силах. Они учатся писать исследовательские работы, которые в дальнейшем пригодятся, особенно выпускникам, быть уверенными в своих силах написания каких-либо работ. В жюри входит педагогический состав различных школ по предметам, которые оценивают по специальным критериям по положению, утвержденному управлением образованием. Моя научная работа была направлена на тему влияния географического положения нашего района на жизнь людей. Я рассказывал про особенности климата, строения домов, сельскохозяйственных угодий или даже добычу полезных ископаемых. В детстве мне всегда было интересно, где на карте находится наш район, что там выращивают, что у нас выращивают, какие животные у нас есть. И это послужило выбором моей научной работы. Я готовился с восьмого класса. Это было сложно. И надо было из всего того материала собрать это воедино и рассказать всю суть в одной презентации. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.